Переживания, давай я даже запишу тебе на память, потом, может, посмотришь. Вот, переживания просто-напросто по поводу того, что у тебя есть там, нет, деньги, машина, квартира, это, понимаешь, это вторично. Ценнее, чем человеческая жизнь, ничего нет, Валь, просто ничего нет. А это 100%. И, к сожалению, многие этого, даже до этого не думают. Знаешь, вот, поэтому ты ничего не думай, у тебя есть ты. И тебе придется надеяться на ноги, на руки и на себя. Я уже понял, что кроме нет, ничего в этой жизни не построить. Больше того, у тебя мама все-таки старенькая, тебе нужно будет еще ее поддерживать, поэтому тебе необходимо встать на ноги. Вот, просто необходимо. Вот, и максимум, что ты можешь для меня сделать, это починить себя дальше сам. На 95% твоя работа. Единственное, что меня расстроило, это отношение к Хицере. Слушай, не думай об этом, пойми. У нее действительно, смотри, у нее свои обстоятельства. Понимаешь, никогда не расстраивайся, никогда не осуждай. Это все равно не причина, чтобы меня вредить. Ты понимаешь, что это другая страна? Другая страна? И что делать? Это политика. Я бы, например, тебе это не позволил. Ну, кто знает. У нее, видишь, у нее там тетя пожилая и так далее. Ну, кто знает, понимаешь? Не суди. Самое главное, что у тебя есть ты сам, у тебя есть твоя мама и у тебя есть великолепные друзья. По крайней мере, я точно знаю, что в этой жизни рассчитывать можно только на себя. Конечно, по большому счету, в первую очередь на себя, на себя и на себя. Поэтому себя нужно держать в норме и в форме. Тут ты, это самый большой капитал в тебе. К счастью, я это понял. Понимаешь, когда человек не может ходить, толку, что у тебя куча денег. Она тебя, понимаешь, грубо говоря. Да. Самый большой капитал – это ты и твое здоровье. Вот, работай. Что делать? Держи арбуз. Что-то я еще хотела сказать. Я много чего хотела сказать. Я боюсь забыть и не успеть сказать. Держи, сейчас я подставку, да, под стакан? Ну, отвалька ты, Валька. Все будет хорошо. У тебя отличные друзья. Коля, который готов был ехать за тобой в Иркутск. Вот это меня вообще удивило. 19 часов на поезде. Я не представляю даже, сколько туда ехать на машине. Туда сутки на машине пилить. Ну, примерно, может быть, чуть больше, но это все равно, это много. Много, много. Это сутки на машине. Он готов был ехать туда за тобой, ехать тебя встречать. Вот. Меня это прям убило и удивило. Никогда не обращай внимания на слова, обращай внимания на поступки. Смотри, что люди делают. И когда человек готов ради тебя сутки пилить туда, сутки обратно, ну, прости, это очень серьезно. Это... Ну, это много стоит, да. Да. Я что, знаешь, что, друзья, у тебя есть? Вот, я на них очень надеюсь. Ну, хоть что-то. Хоть что-то у меня есть. Ну, 95% это все равно твоя работа. Они не могут за тебя отжиматься. Это я знаю. Вот. Вот что-что, а пахать тебе точно готов. Это хорошо, а? Ты помнишь, тебе какая-то девушка сказала, что на тебе зимой огород пахать можно? Не помнишь? Нет? Написала. Немножко забыл. Ну, ты сказал, что ты готов зимой пахать огород. Легко. Огород я, конечно, не буду, но дома о работе я тоже буду. Это хорошо. И работа будет заключаться ежедневно. Да, причем полностью, понимаешь, тут на маму, маму не грузи. Тебе нужно по максимуму обслуживать себя самостоятельно, но безопасно. То есть, если есть риск... Слава Богу, у нас духовная квартира, поэтому это не проблема. Ну, уже хорошо. То есть, есть где жить, все хорошо. А сколько ступенек у тебя? Четыре или пять. Четыре или пять? Но, правда, высокие и заразные. А перила есть, за которые можно держаться? Ну, с перилами ты по-любому. На второй этаж я, если честно, планирую тренироваться ходить. Да. Это самое... Там есть перила? Ты для тебя, вот, тренажерный зал вышел из квартиры, второй этаж и обратно с перилами. Не надо без риска. То есть, вот, не надо это самое, как бы, рысачить и без перил. По перилам ходи. Лучше по перилам подняться на второй, третий этаж и по перилам спуститься. Вот. А пока что, пока вот устойчивости нет. Не прыгай там, зайчем-то. Вот. Падать нельзя. Спасибо огромное, что заехали покушать. Потому что кушать я хотел очень. Конечно, уже. Еще как. Сейчас будет мясо.